Портал детали. Главные новости Израиля и мира. Ну, кому нравятся наши программы, не стесняйтесь, ставьте лайки, комментируйте. Ну, и кто сочтет, возможно, помочь каналу, пожалуйста, там внизу есть кнопочка «Суперспасибо», там есть справа кнопочка «Суперспасибо», слева кнопочка на экране «Спонсировать канал». Ну, а мы продолжаем говорить с Цви Магеном. Раз в неделю мы с ним встречаемся. Цви Маген, израильский политолог, дипломат Экспасов Израиля в России и Украине. Цви, здравствуйте, рад вас видеть. Добрый вечер. Здравствуйте, всем взаимно. Сороковой день войны завершается. Вообще такая страшная цифра. Насколько я понимаю, все израильские войны были гораздо короче. То есть это уже скоро станет одной из, ну, если не брать в расчет войну за независимость. То есть эта война войдет в историю, но нам от этого не легче. Газа окружена, идут бои за главный бункер, да, ну, который еще иногда в шутку называют Рейхстагом. Главный бункер Хамаса находится под больницей Шифа. Там идут бои. При этом ЦАО прилагает большие усилия, чтобы не нанести вред оставшемуся там персоналу и больным. На самом деле всех практически эвакуировали. Там осталось буквально несколько десятков человек. Что происходит? На ваш взгляд, операция, которая идет сейчас в ГАЗе, идет по плану? То есть все нормально? Какие вообще достижения, на ваш взгляд, и что она показала? Я бы хотел заметить для начала, что это не самая длинная война. И напоминаю, что предыдущая война с той же ГАЗой была 50 дней, велась 50 дней, было очень много критики. И, между прочим, результаты были более скромными, чем сейчас, потому что тогда не были захвачены вот все эти городские территории ГАЗа. Все это было ограничено. И все же это берет время. Тем более, что сейчас одна из причин ограничения, или, вернее, затяжек, это то, что все же стараются аккуратней не нарушать какие-то там международные нормы, разные там гуманитарные вопросы и так далее. Поэтому продвигаться осторожно дают возможность так или иначе гражданскому населению выйти из региона боев и так далее. Поэтому это возьмет время практически. Если уже суммировать, то ГАЗа уже не существует как самостоятельной системы. Есть отдельные очаги сопротивления. Конечно, есть там метро, что называется, подземные бункеры разного типа и калибра. И там находится достаточно много еще вот этих, так сказать, хамасовцев. И там не только хамасовцев, там и заложники, там и все, что связано. И это очень непросто там с ними разобраться. И из-за этого идут те или иные еще, скажем, местного значения сражения, которые так или иначе уже долго не могут протянуться, потому что в конце концов уже выхода у хамаса нет. И можно ли как-то так или иначе улизнуть и бежать, ну или вернее договориться о сдаче взамен за заложников. Вероятнее всего, поэтому их держат и поэтому торгуются. Вот примерно обстановка. Это еще не значит, что все тихо, мирно и нормально, но это значит, что основная часть операции выполнена. По-моему, выполнена совсем неплохо. На сей раз сухопутная, скажем, сухопутная операция велась очень аккуратно и очень тактически грамотно. И поэтому скоро мы увидим конец этого, скажем, этого мероприятия. Во-первых, когда, так сказать, предлагали эвакуироваться гражданам из самого города Газа на юг, то есть в безопасный район ближе к границе с Египтом, прекрасно понимали, я предполагаю, чтобы руководство прекрасно понимало, что среди вот этого потока беженцев могут уйти и террористы, потому что мы же прекрасно понимаем, что они не ходят в парадной форме там с блестящими аполлетами, да, они все там в гражданской, иди там разбери, вот когда идет этот поток беженцев по дороге, то есть очень многие могли уже уйти. Ну, допустим, ушли, ну и что случилось? Они ушли, значит, бросили свои посты, бросили оружие и сбежали. Если они захотят заново там, не знаю, что-то сделать, это уже отдельный вопрос будущего. На данном этапе, если они ушли, то они уже не сражаются, если что с этим обусловлено. Это касается этого, но вообще атмосфера такова, что понятно всему белому свету, что это уже идет к концу. Очень сильный нажим на Израиль от того, чтобы сделали, дали им передышку, и по разным там соображениям. Вот-вот вы у меня следующий вопрос просто с языка сняли насчет передышки, потому что мы говорим о заложниках, то есть вот сейчас идут бои за этот бункер, за бункер, который находится под больницей Шифа. Часть уже бункера занята, да, но никаких заложников они, естественно, там не нашли. Понятно, что заложников уже увели, перевели, и руководство Хамаса по этим самым многокилометровым туннелям метро уже сбежали. То есть что дальше? Как вызволять заложников? Идут разные спекуляции в средствах массовой информации о том, что идут переговоры, что там предлагают поменять там 200 заложников там женщин и детей на каких-то там хамасовских женщин, детей, которые сидят в тюрьмах. Ну, кстати, я хочу сразу пощекнуть разницу, да, то есть те, кто сидят в тюрьмах в израильских, это люди, которые осуждены судом. То есть был судебный процесс, на которых их представляли адвокаты, да, и, значит, суд принял решение их арестовать. То есть это заключенные, а это заложники. То есть уже изначально это как бы неэквивалентный обмен. Но, тем не менее, что делать с заложниками? Ну, во-первых, вечно допрос, касающийся обмена, он уже менее релевантен, потому что, в конце концов, ну, да, ну, будет обмен, некуда их отпускать. Газа больше не будет, Хамаса тоже. Поэтому у Хамаса проблема, как самим спастись или выйти живым из этих обстоятельств. И, соответственно, заложники являются их именно защитой или гарантией того, что они смогут как-то откупиться и уйти и так далее. И для этого они их держат, а не для того, что, по-моему, не для того, чтобы обменять на тех или иных, скажем, арестантов в израильской системе тюрем. И так или иначе, вероятнее всего, даже если это произойдет, это произойдет в ограниченном количестве, поэтому они торгуются. Основную часть заложников они хотят оставить при себе до последнего момента. А вот, по-моему, вся картина с этим. А найти этих заложников – это тоже непростая операция, но этим тоже занимаются. По-моему, все спецслужбы и все развед, скажем, единицы так или иначе работают над выявлением этого вопроса. И не исключено, что все же что-то там получится, но пока еще рано суммировать. Ацфи, а вот была информация о том, что в Израиль прибыли американские специалисты по борьбе с террором, по поиску заложников, спецподразделения какие-то. Вы не могли бы пару слов об этом сказать? Даже если придут лучшие силы в этих областях, они ничего там не могут умного сказать, потому что вопрос зависит от обстоятельств на месте. В Израиле тоже хватает своих умников. Если у них есть спецоборудование, то, конечно, это может помочь. Могу и не исключаю, что они привезли с собой спецоборудование, помогая вот так и иначе его содействовать. Речь идет о том, что называется ныне подземный вид, скажем, ведения войны. Очень мало опыта вообще у других армий в мире, у нас тоже, и поэтому учимся на опыте сейчас в Газе, и это совсем непростая, не непростая, так сказать, проблема. Но, по-моему, она решаема. Так или иначе, часть этого метро уже уничтожена, доберутся до остальной. Но работают там очень аккуратно, потому что это может обойтись очень дорого, скажем, в жертвах, и поэтому стараются именно этого избежать. Оборудование здесь может быть или для выявления тех или иных, скажем, или хамасовцев, или заложников, или это могут быть спецоборудования для того, чтобы ликвидировать эти тоннели. Подождем, увидим. Но именно туда это идет. Ацви, на ваш взгляд, давайте представим себе, что все-таки операция в Газе закончилась. Идут разные тоже мнения, высказываются по поводу того, какова должна быть дальнейшая судьба Газа, кто ее будет управлять, кто ею будет заниматься. Вопрос, как говорится, на миллион долларов. Складывается впечатление, что в правительстве Израиля нет единого мнения на этот счет. Что говорят специалисты? Не может быть единого мнения, потому что в правительстве Израиля присутствуют разные идеологические, даже я бы сказал, полюса. И есть, которые считают, что с Газа надо разобраться по системе А или по системе Б и так далее. И непростой спор идет, потому что если уточнить, не говоря, кто о чем высказывается, то понятно, что есть, которые хотят вернуть Газа под крыло Израиля, заселить его и время, если можно убрать оттуда всех жителей, конечно, будет хорошо. Это нереально. И никто не собирается работать в этом направлении. Но есть такие мнения. Другое мнение, что надо оттуда уходить и передать ее кому-нибудь другому. Кому передать, тоже хороший вопрос, никто ее брать не хочет. Поэтому непросто. В прошлом уже тоже хотели от нее, так сказать, избавиться и не брали ее. Ни египтяне, ни другие. Не, но Абумазан говорит, что он готов взять. Поэтому Абумазан до недавнего времени отказывался от Газа. Сейчас он вдруг заговорил позитивно. Но это еще тот же вопрос. Потому что ставят такие условия, которые сейчас невыполнимы. Поэтому они невыполнимы. Дайте я вам возьму Газа, но дайте мне государство, например. Или нечто в этом роде. Все вопросы, которые на повестке дня, и о них идет непростой спор уже много лет, а вдруг они решатся только этим частичным решением по вопросу Газа. Но не исключено, что это именно так и кончится. И есть тут проблема, потому что уже Газа была передана Абумазану и его коллегам. Да, и он ее потерял. В 2005 году. И он ее тотчас же потерял. Нет никаких гарантий, что он сумеет ее сохранить на сей раз. Потому что он достаточно неэффективная система, если так говорить. Но не исключаю, что, например, тот же Абумазан при содействии, скажем, какого-то там форума арабских государств или даже международного форума. И даже при помощи ООН сумеет как-то там навести порядок. И это было бы очень неплохо для интересов Израиля, чтобы всем этим не заниматься. Но да, Израиль будет наставить на том, что будет, скажем, то или иное присутствие израильского, скажем, контроля, для того, чтобы не возродилась, скажем, эта опасность со стороны Хамаса и же с ним. Давайте бросим взгляд на северную границу. Хизбалаб разогревает ситуацию. Причем с каждым днем эскалация усиливается. Сегодня опять, вот мы с вами записываем на 40-й день, по истечении 40-го дня войны. То есть среда и идут обстрелы. Были сегодня сигналы тревоги в Кириадшмоне. Это город, который ближе всех находится к границе. Большой город, который почти полностью эвакуирован. Идут обстрелы, наши отвечают. То есть вот эта дуэль, она все расширяется. И совершенно непонятно, в какой момент вдруг наступит вот такая ситуация, что начнется война. Как, на ваш взгляд, должна вести себя армия? И что вообще планирует Израиль? Это не зависит от, скажем, тех или иных конфликтных обстоятельств на границе, северной границе. Это зависит от решения, скажем, хозяина положения со стороны ХСБЛ, это истеран. Иран до данного момента не дал, скажем, своего решения насчет открытия этого фронта. Там присутствуют и другие игроки, включая мировые державы. И это Соединенные Штаты там присутствуют. Именно поэтому, по этой причине. И поэтому, и ввиду того, что происходит в Газе, уже некого там спасать, и нет возможности изменить ситуацию и застать Израиль врасплох на двух или трех фронтах параллельно, что имелось в виду в прошлом. То теперь осталось только так или иначе выйти с минимальным ущербом из этого конфликта, что Ираны, вернее, их избала и делают. Очень ограниченные, скажем, удары, конфликты, конфликтуются с израильской армией на границе, но не более этого. По-моему, они уже приняли это решение, не продолжать пока, на самом случае исторически пока, этого конфликта. Как из этого выйти, с каким ущербом, это отдельный вопрос. Но уже некуда идти. И поэтому Иран очень аккуратно и осторожно. Ну, посылает там йеменцев, задействует нескольких там ракетных ударов по югу Израиля. И может из Сирии что-то еще получится, но не более этого. Так что этот вопрос, по-моему, уже решен. И в Хизбалле понятно, что на границе с Ливаном стоит основная часть израильской армии, которая умеет гораздо больше, чем только справиться с Хизбаллой. В Ливане паника, потому что ливанское политическое руководство не заинтересовано. В начале этой войны Израиль объявляет однозначно, что все, что бы ни произошло, это будет зачтется как-то за Ливаном. И Ливану придется за это расплачиваться. У кого интереса. Поэтому это напряженка на границе, но не более того, до, скажем, определенного этапа, когда с Хамасом будет кончено в том или ином варианте, и договорятся о каком-то там, не знаю, перемирии или что-то вроде этого. И пока будет затишье, не более этого. Кстати, о перемирии. Хорошо, закончится все с Газой, с Хизбаллой. То есть есть мнение о том, многие высказывают о том, что оставлять в такой ситуации Хизбаллу, которая висит на границе Израиля, и в любой момент может начать военные действия, в любой момент может быть аналогичный прорыв. То есть жители северных поселений, те, кто живут вдоль границы, и в частности мэр Кириат Шмоне заявил, что они не согласятся на такой вариант. То есть они не хотят, чтобы у них повторилась трагедия 7 октября. То есть с Хизбаллой надо что-то решать. Согласно резолюции Организации Объединенных Наций 1702, если я не ошибаюсь, южнее реки Литань не должно быть никаких вооруженных подразделений Хизбаллы. Что может сделать Израиль? Будет ли специальная военная операция против Хизбаллы? Я употребил слово перемирие, имеется в виду именно этот вопрос. Потому что просто так уйти не дадут. И придется так или иначе навести порядок в Южном Ливане. И условия знакомые, Израиль требует именно того, чтобы уже указали. Поэтому будет оказано давление, что если сейчас вы так или иначе не определитесь соответственно этой логике, то нам придется самим решать проблему и занять эту территорию. И под этим давлением так или иначе, по-моему, не полностью, но в основном Хизбалла так или иначе пойдет на определенные выступки и будет наведен, скажем, тот или иной порядок. Но мы были уже, мы уже были в этом кино. Были. Это были. Снова занять вот эту так называемую зону безопасности, из которой... Сложили все эти прокси Ирана, не о чем говорить, они продолжат, потому что этим они и живут, и для этого они существуют. И даже если их уберут или, скажем, вычисли тот или иной регион, они всегда могут вернуться. Напоминаю, что еще есть разные другие, скажем, исламские крайние организации, которые тоже в той или иной мере никуда не ушли. Ни из Афганистана, напоминаю, ни из Ирака. Все они существуют и выжидают момента как-то всплыть заново. Но пока тихо. А, кстати, вы упомянули главного кукловода вот того, что здесь происходит. Это Иран. Мы говорили с вами в предыдущих наших программах, что три авианосные группы подошли не просто так. Может быть, пришло время разобраться с Ираном? То есть рыба-то гниет с головы? Тут начинается уже, конечно, совершенно другая история. Это не Иран сам по себе. Потому что у Ирана есть тоже партнеры, союзники, друзья, лидеры и так далее. Поэтому тут вопрос уже глобального толка. За Ираном линию стоит и Россия, и Китай. И начиная теперь разборки с Ираном, военного толка, придется так или иначе иметь дело с этими двумя тоже, не только с ними, потому что еще есть достаточно других тех или иных обитателей глобального юга, которые могут в той или иной мере присоединиться. Поэтому это американская угроза именно против них. И смею надеяться, что так или иначе их могут, скажем, остудить. И я не считаю реальным тот или иной военный конфликт. Но для сдерживания здесь присутствует именно это. Хочу напомнить, что вообще все вооружения основных, скажем, держав в мире, они существуют для сдерживания, а не для употребления. В данном случае те же авианосные группы, они для сдерживания и все, что с этим связано, никогда их не будут, скажем, в дальних условиях посылать, решать военные проблемы. Но да, это сдерживает. И поэтому Иран и его ливанские друзья из Балы и прочее, так или иначе, ведут себя очень сдержанно и, по-моему, пытаются выйти из всего этого, скажем, происшествия с минимальным ущербом. И на это я имею в виду. Ну, насчет того, что эти авианосные группы никто не собирается вводить в действие, уже вводились. То есть самолеты с авианосца бомбили, сейчас работали в Сирии, значит, там по шрицким милициям, там в Ираке. То есть они работают? Что значит? Они не просто стоят? Не работают, а американцы всегда там работают. И они держат, так сказать, телене, свои военные возможности в регионе. И есть в этих двух регионах, которые вы уже упомянули, есть в Персидском заливе, так или иначе, присутствует американский флот и американские ВВС. Так что они работают точечно. А начинать работать непосредственно по Ирану, это был вопрос, да? Я думаю, что они не собираются пока. И в этом вопросе, по этому вопросу и у Израиля тоже есть что сказать. Именно к этому обе стороны готовятся. И, по-моему, так или иначе, это сейчас уже другой уровень разговора, потому что это было подключено именно к глобальному диспуту по вопросу переустройства ныне существующего мирового порядка. И там находятся другие игроки. Пытаются американцы в основном именно с этим вопросом разобраться. Как будут разбираться, это уже отдельный интересный вопрос. Ну, другая тема. Нет, ну, это, смотрите, это как бы временно. Ему надо отыграть на свои выборы. И, в принципе, идут уже такие информационные потоки, что, мол, мы не хотим уже окончательно ругаться. Это турки говорят. То есть, вот мы сейчас немножко побузим и закончим. И, в принципе, вроде как все это загасло. И вдруг опять всплеск. Турецкий султан заявил, обозвал Израиль террористическим государством. Призвал срочно принимать меры и так далее, и так далее, и так далее. То есть, продолжается раскрутка? То есть, он просто не может вовремя остановиться? Или это за этим стоит что-то большее? Ну, конечно, больше. Потому что все эти годы, или вся эта эрдогановская эра, конечно, меняет каждый раз уровень напряжения, которое она производит. Но, в принципе, эрдоган, так или иначе, ищет себе, так сказать, место в этом мире гораздо более существенное, чем ныне осталось для Турции. Он считает, что он мог бы быть лидером всего исламского мира. И не исключено, что он трудометит. И он уже пытался несколько раз именно это осуществить. Поэтому он конфликтует со многими арабскими или исламскими государствами, напоминает. И поэтому он каждый раз заново поднимает тот или иной вопрос в пользу того или иного исламского угла из исламского мира, включая, например, палестинский вопрос в Новый Озу, потому что он будет этим вопросом заниматься. А этим вопросом можно мобилизовать поддержку исламского мира, он трудометит. Во-вторых, он тоже на глобальном уровне. Он член НАТО, с одной стороны. Но, с другой стороны, он заигрывает в разных регионах, пытаясь возродить то, что называется у них Туран. Туран – это все туркоязычные государства, те, кто понимает язык, на котором мы сейчас говорим, знают, что речь идет о бывших республиках Советского Союза, которые так или иначе говорят им на этом языке. И Турция туда тоже пристально присматривается и пытается оттеснить оттуда других конкурентов, Россию включая, но и Китай включая, и других тоже. Так что идет противостояние, он пытается заявить о себе как о, скажем, серьезном, развитом, но и боевым государством. Это он хочет. А он надеется, что Израиль ему не помешает, можно за счет Израиля так иначе продвинуть те или иные, скажем, вопросы. Но, по-моему, дальше риторики это никогда не шло и никогда не пойдет. Риторика. То есть, Цве, у нас же был уже, как я уже сказал, мы уже били горшки по инициативе Эрдогана, был колоссальнейший, пытаюсь подобрать цензурное слово, но иного слова, как рассер, я подобрать не смог, извините меня за такое выражение. И потом пошло, потом Эрдоган сказал, все, давайте снова мириться. И наши, завиляв хвостиком, забыв все то, что было сказано, а очень много дерьма он выливал в тот раз тоже, побежали к нему мириться. И сейчас, используя метод аналогии, он прекрасно понимает, что вот он сейчас ушатой грязи выливает на Израиль там, он велел там подать, а, это иорданцы подают в суд международный на Бенемин на Таньягу, он заявляет, что премьер-министра Израиля он никто, я с ним не собираюсь вести никаких переговоров, он для меня не существует и так далее, и так далее. А потом пройдет там полгода, скажет, ну все, ребят, все нормально, я своих целей достиг, у меня там выборы прошли, как полагается, все, давайте опять дружить. И наши опять побегут? Да, я объясню почему. Я хочу напомнить, если не ясно, что такое ушатая грязь. Мы дружим с государством, с которым мы вели настоящую войну. В Египте четыре раза шел войной на Израиль, мы теперь дружим. А что такое ушатая грязь по сравнению с попыткой, так сказать, уничтожить государство, что было начали с 1948 и до данного момента иногда. И то, что то самое можно сказать про Иорданию, то самое можно сказать про другие арабские государства, которые в той мере участвовали в противостоянии, конфликтовались с Израилем, а теперь так или иначе или уже живут с ним в мирных условиях, или собираются присоединиться к этому. Поэтому это в международной политике риторика, это еще не самое страшное, не самое главное. Если эта риторика создает какие-то другие реалии, или так или иначе может перерасти в конфликт, это уже другой вопрос. Но на данном этапе, по-моему, Эрдогану серьезнее и важнее решить свои проблемы. Во-первых, дома, во-вторых, в том окружении, в котором он находится. В смысле, он региональный, как минимум, лидер, и он ведет политику, и он влияет, и так далее. Смотрите, ну, еще достаточно длинный список, там идет длинная очередь, толкаются уже. Кто будет вести палестинский опрос? Китай, Россия, Турция? Он теперь предлагает себе другие арабские государства, и так далее. Поэтому вот это и есть игра. Решать домашние проблемы сложнее, но ему иногда тоже приходится, да. Ну и последний вопрос, если позволите. Вот в эти минуты, когда мы с вами разговариваем, начинается встреча между председателем Си, главой Китайской Народной Республики, и президентом Соединенных Штатов Байденом. То есть это такая историческая встреча, все называют ее исторической. На ваш взгляд, действительно она историческая. И сразу же, как бы, вдогонку второй вопрос. Будут ли обсуждаться, так сказать, наши дела, то есть наша война, и к чему это может привести? Это достаточно историческая встреча в последнее время. Время это числятся годами. Китай так или иначе наращивает и свои экономические, и военные, и политические возможности, и становится одним из основных, во-первых, игроков в мировой арене, во-вторых, основным пока противником Соединенных Штатов. Теперь в этом конфликте, в котором мы активно участвуем, считаем себя основными, оказывается, мы не основными, потому что другие игроки типа Китая тоже ведут глобальную игру. И чтобы это разрулить, так или иначе, основной игрок в этом противостоянии, это Соединенные Штаты, тот же Байден. И поэтому так или иначе, этот вопрос теперь основной, как можно договориться, сменить гневную милость, решить эти вопросы глобального переустройства мировой системы полюбовно, и так или иначе договориться о тех или иных вопросах, ограничениях, что же было сделано не раз в прошлом. Если это происходит, то так или иначе разваливается, скажем, коалиция глобального юга, потому что если Китай не продолжает, скажем, участвовать в том плане, который, так сказать, был разработан и начался именно с этого конфликта на Ближнем Востоке, то это уже не то глобальное противостояние. Поэтому накопилось достаточно много вопросов, которые Соединенные Штаты должны решать. Они и будут их решать. Это один из основных, скажем, ходов в этом решении. А время покажет, что там произошло и о чем договорились, но это будет интересно. Но это касается нас прежде всего, да. Спасибо. Спасибо большое. Это свимагент, политолог, экс-посол Израиля в России и Украине. Спасибо за этот интересный рассказ. А вам, дорогие друзья, спасибо, что были с нами. Если вам понравилось, ставьте лайки, комментируйте. Ну и кто сочтет возможным помочь продвижению канала, пожалуйста, есть кнопка «Суперспасибо», есть кнопка «Спонсорство». Ваша помощь нам очень нужна. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. До свидания.